Всем привет, с вами Вита Авиа, и сегодня я открываю первый жанр моего нового видеоролика, это авиановости. С вами Вита, полетели. Что за новый жанр? В этом жанре мы будем обсуждать новейшие новости в мире авиации, в мире виртуальной авиации, и чаще всего будет 5 или 6 штук, чтобы было пропорционально 3 новости виртуальной, или 3 новости реальной, и 2 новости виртуальной, и 3 новости реальной. Если вам такой жанр понравится, то напишите свой коммент в комментариях, также поставьте лайк, и тогда, если я увижу больше всего лайков, то я пойму, что тема вам интересна, и мы продолжим ее снимать. Итак, погнали. И первая новость виртуальной авиации, Петербург онлайн-дэй. В Петербурге недавно прошел день онлайн-день в Атсиме, и это было охрененно мероприятие, там 53 чуть-чуть на вылет было, потом по сводкам оказалось, что вообще 64, она будет 36, например, кстати, в Мурманск тоже засветилась, там Россия, 63-41, кстати, в Мурманск-топ прилетаете к нам, и очень большое, крутое было событие, там реально круто, большое количество бордов, там сядь в Гевале, но Петербург справился, там даже Аламара делал пост про то, что в Петербурге крутой онлайн-день, ну что. Как, кстати, ребята, кровные молодцы, залетайте в Питер, питерцы красавчики. Время полетать, двоеточие, пассажиры Nordwind скоро встретятся в самолете с рюкзаком из Апреля. Кстати, тут недавно оказывается, что дело с Александром Тарховым замяли, его, кстати, выпустили, и оказалось, что он будет летать, и авиакомпания уже спланировала его рейс в Казань 9 сентября. Я вообще, Кирилл, я вообще, который успел, что вылет в стрельбу, может вообще работать, но, как говорится, как сообщает Павелик-авиаторщик на пруходе органы, также были заинтересованы, но, как говорится, всем пухуй, это Nordwind, поэтому этот чувак вернется, и, к сожалению, если вы его увидите, пиздуть нахер с этого рейса. Новость, которая пришла только сегодня, эта новость касается в мире виртуальных, как обычно, авиаций, и, как обычно, она касается моей любимейшей сети, в которой я контролю, это E-VAU. Итак, давайте же поговорим. Как сообщает XR-дивизион нашего любимого E-VAU, они хотят, чтобы пилоты выполняли полеты по своим любимым маршрутам, если вчера управляли воздушным движением на свой любимый ВД, сран, что это такое? Итак, о нем являют, что стало время принять участие в еженедельном событии, онлайн-дне нашего дивизиона. Если вам интересно, что это за онлайн-день, я обязательно прикреплю ссылочку в описании, почитайте, что за онлайн-день, что надо делать, вообще, нахера это нам надо, ну, ачивку получить найти тоже прикольно, так что ждем вас каждую пятницу на XR-E-VAU, это Россия, Казахстан и Белоруссия, наши любимки, поэтому пишите, управляйте, контрольте, делайте, что хотите, но соблюдайте правила сети, а то ахтингов в сети, как и в отциме, много. Также хотел бы отметить небольшую вещь, это касается всех моих любимых хейтеров, которые любят меня хейтить из одного того самого эфира, не будем говорить, конечно, о каком, меня так попросили, но, уважаемые хейтеры, не будем говорить, кто, вы сами знаете, про кого я говорю, хотел бы сказать, что мне насрать на ваше мнение по поводу моих видео касательно е-ВАУ, мне аналитично насрать на то, что вы будете говорить, что я контроливаю ВАУ, хочу контроливаю ВАУ, хочу снимаю ВАУ, мне абсолютно пофиг, если вы хотите обсуждать мое видео про ЕВАУ, обсуждайте, а так мне на ваше мнение показательно контролю насрать. Это рубрика с новостями мира виртуальной авиации и мира авиации реальной, если вам она понравилась, то ставьте свои крутые лайкосики, пишите комментарии, ставьте колокольчик, переходите в ДЭС, читайте, описайте, делайте, что хотите, а с вами был Виталий, пока. Субтитры создавал DimaTorzok